Переходный период продолжается, и как всякие перемены, процесс трансформации вызывает массу вопросов у населения. Из последних – выплата пособий. По неизвестным причинам получить свои деньги керчане не могли. Раньше люди получали свои пособия в банках. В любое удобное для себя время горожане могли снять наличные, путь то субсидии или компенсации в банкоматах, рассказала начальник управления труда и социальной защиты Зера Наманова. Теперь же, в связи с тем, что банковская система в Крыму работать перестала, выплаты денежных средств стали производиться в почтовых отделениях города. Случилось то, что случилось, и, конечно, сейчас очень сильно осложнилась работа наших почтовых отделений, что мы сегодня все и ощущаем. Поэтому это сейчас нужно просто запастись немножко терпением, потому что это только первый месяц начался выплаты. Есть различные нюансы, которые в рабочем порядке решаются и нами, и почтовыми отделениями, связи. И здесь необходимо учесть еще вот что. Граждане, оформившие различного вида пособия, которые сменили адрес регистрации, поменяли прописку или живут не по месту регистрации, должны были сообщить об этом в соответствующие службы. Если не предоставить в управление труда и социальной защиты населения данные об изменениях, выплаты денежных средств могут задерживаться, так как сотрудники управления формируют выплатные ведомости по указанным адресам, заявленным ранее. Кто-то поменял паспорт, не сообщил нам. Вот все эти моменты мы в этом месяце отрабатываем. И думаю, что на следующий месяц таких нюансов с нашей стороны в части того, что человек пришел к почтовому отделению, а его там нету, только потому что он остался по-старому. Я думаю, что таких вещей уже не будет. В остальном, по словам Зиры Немановой, проблем с начислением пособий на сегодняшний день нет. Платежное поручение на финансирование всех видов выплат, сумма которых составляет 31 миллион рублей, было подано в казначейство для зачисления денежных средств на почтовые отделения. За разъяснением ситуации наша съемочная группа обратилась в центральное отделение почтовой связи. Начальник управления УПС в Керчи Елена Чигитова рассказала, что пособия выплачиваются уже четвертый день. Деньги поступили в полном объеме. Очереди сегодня нет, потому что разделили на два зала. В одном зале пособия детские выплачиваются, в другом выплачиваются пенсии и все остальные выплаты. Сегодня мы утром открыли, было несколько человек всего, и в течение дня люди подходят в другой зал и выплата проводится.